Монтаж андулина и аксессуаров. Смонтируйте обрешетку под андулин с шагом, зависящим от уклона вашей крыши. До начала монтажа листов андулин требуется сделать дополнительную обрешетку под конек и щепец. Дополнительная обрешетка под конек устанавливается на расстоянии 5-10 см от оси конька. Это расстояние зависит от угла наклона ската. Рекомендуется предварительно примерять конек на каждую кровлю. Карниз можно оформить при помощи фартука-капельника. Такой фартук имеет специальные места для сгиба и может гнуться под любой угол и на различном расстоянии от края. Фартуки устанавливаются с нахлёстом 5 см. Установите ветровую доску на 3 см выше уровня обрешетки. Подготовьте листы андулин к монтажу. При необходимости отрезать листы можно при помощи ножовки, смоченной водой или маслом, электролобзиком или ручной циркулярной пилой. Установите андулин таким образом, чтобы он заходил крайней волной на ветровую доску. При наличии капельника лист андулина может устанавливаться заподлицо с краем крыши. Если капельника нет, лист должен выступать примерно на 5 см. Для защиты подкровельного пространства от мусора, птиц и насекомых рекомендуется использовать заполнитель карниза. Для обеспечения вентиляции достаточно освободить вентиляционные отверстия, например, при помощи отвертки или карандаша. Закрепите листы. Для того, чтобы ровно забить гвозди и попасть в обрешетку, размекьте листы при помощи рейки или натянутой веревки. Прибейте листы. Если необходимо установить щипцовые элементы, установите ветровую доску в плотную к андулину. Нахлёст щипцов друг на друга составляет 15 см. Приложите конёк. Начинайте монтировать коньки так же, как и листы андулин, с края крыши к противоположному преимущественному направлению ветра. Установите заполнитель карниза с предварительно освобождёнными вентиляционными отверстиями. Прибивайте конёк по каждой нижележащей волне андулины, поочерёдно каждую сторону. Устанавливайте следующие коньки с нахлёстом примерно 15 см. При этом следует укладывать так, чтобы совпадали гидробарьеры. Ваша крыша готова!